здравствуйте друзья я поделюсь с вами некоторыми соображениями ну и как всегда у нас история из далека идет чтобы так видеть в перспективе есть такой человек честно сказать не знаю жив ли он звали его владимир павлович беспалько беспалько был ученым педагогом доктором наук педагогических очень известным в узких кругах человеком который написал вот в частности в 70 году сайте вот там почти 50 лет назад он написал книжку у него много книжек но вот в частности и в этой книжке он ввел такое понятие четырех уровней усвоения информации контекст вот того разговора который там происходит это школа в основном школа это учитель работает с учениками и вот как учитель значит ведет их от одного уровня к другому третьему там четвертому и так далее и и так как учитель как учитель должен это делать как понимать процесс и вот эти эти четыре уровня прекрасно переносятся и на профессиональную школу я к тому это говорю что многие наши зрители изучают студенты значит учиться там профессии школьники есть у нас есть старшие школьники много они учатся в школе есть люди которые меняют профессии есть люди которые изучают языки иностранные поэтому я думаю вам будет полезно послушать я пошел специально погуглил найти по этой тематике потому что я сделал маленький сюжет на нашем резервном канале и там после этого я уже пошел погуглил чтобы быть более точным последняя публикация которую я нашел было 2006 года по этому вопросу как раз вот владимир палыч написал он он переехал и жил в лос-анджелесе я я не знаю еще раз вот последние годы что там происходило он жил в лос-анджелесе и он был дружен с несколькими людьми которых мы хорошо знали в частности научный руководитель светланы она в аспирантурию него училась борис семёнов ершунский он был академиком академии педагогических наук вот он был дружен с беспалько и еще один человек там с которым мы по жизни пересекались так что то есть мы как бы наблюдали нам было интересно и 2006 года публикация где вот эти четыре уровня сохранились трактовка за там ну сколько 40 35 лет слегка изменилась то как бы идея осталась поэтому я вас с ней познакомлю вы можете легко пойти погуглить на беспалько четыре уровня усвоения там и так далее вы найдете и почитаете больше значит история вот как человек движется снизу вверх в этой шкале пошли сказать усвоение материал и первый уровень это так называемый уровень узнавания узнавания когда вы говорите ну да вот там нам рассказывали или там я об этом читал а если нужно самому например да ну самому вы не можете но может быть вы можете с помощью учителя вот и здесь рядом учителя он год но ты помнишь ну да ну вот давай и вот вместе это это первый уровень второй уровень усвоения это так называемый уровень воспроизведения уровень воспроизведения это когда ты можешь сам сам сел сделал ну допустим я могу вам рассказать как сделать резюме правильно но но вы еще сами не можете поэтому вы находитесь на уровне узнавание ну да там михаил рассказывал а дальше сделать надо это не значит если у меня послушали это не значит что вы вышли на уровень самостоятельного создание этого этого документа в профессиональной школе мы говорим с точки зрения отношения к профессии мы говорим что вот человек который находится на первом уровне это дилетант что-то где-то слышал слышал звон но не больше второй уровень когда вы можете сесть и сделать это уже человек профессиональный то есть он может ему дадут задание он он делал его снова сделал и опять сделал еще раз сделал то есть вот он сидит и делает это исполнитель это не требует какого-то такого творчества там особенного но вы 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 знаете что вы делаете в эти много раз делали вы это хорошо делаете чем больше раз вы делаете тем может быть у вас меньше времени уходит там меньше ошибок вы совершаете и так далее это уровень воспроизведения почему я вообще пришел в эту тематику потому что я начал четверг ровно неделю назад я начал очередной онлайн класс и есть домашнее задание с четверга на понедельник есть домашнее задание где они должны какой-то материал освоить ну то есть там у нас есть такая фишечка как на 60 наиболее часто задаваемых вопросов на интервью по тестирование программного обеспечения интервью и вот значит на первом уроке мы затрагиваем 13 из этих из этих вопросов так слегка потом дальше глубже будет но все-таки мы затрагиваем и у меня есть тест такой он в онлайне он висит они должны пойти его сделать а я потом обсуждаю результаты этого теста и так что-то в группе было там человек 250 а тест делали боюсь собрать не знаю 100 ну то есть вот 40 процентов пришли его делать мало того из тех 40 процентов которые пришли делать половина вместо того чтобы выучить материал и написать своими словами вот что это что это они вместо этого идут в тот ресурс который я им дал для изучения и оттуда копии пейс и значит типа они ответили на вопрос и я подумал что вот все таки надо надо об этом поговорить и объяснить в этот момент потому что если ты находишься на первом уровне то ты послушал видео посмотрел я там это рассказал ты можешь три раза это видео посмотреть или даже 10 ты остаешься на первом уровне ты все равно не можешь этого сделать ты не можешь об этом рассказать своими словами уверенности можете на бумажке написать ответ на вопрос поэтому для того чтобы перейти с первого уровня на 2 надо заниматься вот допустим есть там спрашивается там в чем разница между тестированием и там тоже называется quality assurance есть ответ ну ну возьми сядь напиши ну попробуй ну да может быть пока ты закончишь там ты три раза посмотришь в оригинал и там три раза посмотришь молодец возьми другую бумажку снова напиши доведи это до состояния когда ты просто сел и написал ну сколько нужно там попыток столько нужно чё за проблем такая но если ты не вышел на второй уровень ты не можешь получить работу с точки зрения найма ты должен быть на втором уровне как минимум безусловно лучше быть на третьем еще за третьем поговорим но но хотя бы на втором то есть ты должен достаточно легко воспроизводить поддерживать разговор там решать задачки вот это неразрешимая пойти проблема там написать тест кейсы для вот этого интерфейса логин паспорт это проблема при том что мы десять раз по ней ходим и когда мы говорим но вот тебе бумажка напиши там на из десяти человек ну хорошо один напишет но этот один он выучил остальные слушали и слушали и слушали и опять слушали и у них полная уверенность что они знают а когда ты бумажку даешь они не могут и то есть такое пиздец я даже не могу сказать какой-то кошмар на практику вот пошли там три месяца на практике были приходят я бы ну вот логин паспорт не могут почему не могут они никогда не могли они не выучили никогда почему они не выжили они не понимают что такое выучить они не понимают что выучить это находиться на втором уровне они на первым но они и уровне не знают но но что есть такие уровни но но в принципе скажем здравый смысл мог бы человеку подсказать что если я не могу ответить то надо сесть и выучить до состояния когда я могу ответить они тут легким путем copy paste и вроде бы он тест стал и вроде правильно написал против но даже если он в состоянии скопировать правильный ответ потому что есть люди которые копируют но не то то есть они копируют но это не ответ на вопрос который был задан это ответ на совсем другой вопрос но не понимает да то есть такие что слышал звоны не знает где он а есть такие что и звон не слышали тоже бывает так вот но он может быть при этом абсолютно уверен в том что владеет материал ну как же вот он же слышал down в классе сидел вроде видео слушал бывает три раза слушал так и думаешь а что ж ты же уже не понял так ничего уже настолько тоже бывает поэтому я к чему это все рассказываю к тому что если вы хотите оторваться от первого уровня который другими словами называется погибель вот если вы хотите оторваться от погибели этой и пойти туда где есть жизнь значит вы должны доводить то что вы изучаете до состояния свободного воспроизведение что происходит на экзамене когда вы учитесь высшим учебного заведения идете на экзамен вам дают билет готов 스�知道 вы должны сесть и написать мы должны рассказать вы должны быть на уровне воспроизведения иначе вы не можете сдать экзамен это же самым почему мне ж cultures время давали билеты impostors к экзамену люди сидели готовили готовили к чему они готовились они готовились Вы должны сесть и написать, вы должны рассказать. Вы должны быть на уровне воспроизведения. Иначе вы не можете сдать экзамен. Это же то же самое. Почему вам там дают эти билеты? Ну, не знаю, в наше время давали билеты, там вопросы к экзамену. Люди сидели, готовились, готовились. К чему они готовились? Они готовились рассказать самостоятельно. Они готовились к тому, чтобы выйти на второй уровень. Это как бы всегда присутствовал. Мы, может быть, другими словами называем. Третий уровень, да, так вот, первый уровень это дилетант Это, значит, no job по-нашему, по-простому Второй уровень это профессиональный То есть, да, ты можешь пойти более-менее уверенно искать работу, находить и делать ее, в принципе Третий уровень, это уровень, который включает некоторое творчество Это значит, что вы можете взять и те знания, которые у вас есть, перенести на другую ситуацию Вот, да, ситуация изменилась, но вы же что-то знаете Значит, есть люди, которые просто вот делают то, что делали Вот он выучил то, что он выучил, и он делает Профессионал, да, он делает А есть человек, который на ступеньку выше, он может это сделать в совершенно других условиях И в профессиональном таком ключе, вот Владимир Павлович называет это эксперт Да, у нас есть профессионал, есть эксперт Вот он, или там эксперт, как вы лучше, по-английски сказали, эксперт Вот, он творческий человек Я наблюдаю людей, которые уже творческие Когда в класс человек приходит, он уже либо творческий, либо не очень творческий, либо совсем не творческий Он уже пришел такой И я наблюдаю, как они пытаются быть творческими, не владея предметом То есть, ты не можешь перестать быть творческим Я извиняюсь, да, ну конечно, если ты пришел этой творческой, уже слава богу, будь творческим Не дай бог, не потеряй Вопрос только в том, что нельзя быть экспертом за счет того, что ты творческий Экспертом можно быть тогда, когда ты творческий раз и владеешь материалом глубоко, два Понятно, да? То есть, быть на этом уровне, это значит хорошо владеть материалом, не просто вызубрить Знаете, есть такие вот, он выучил, и он там в потолок Что такое там регрессион тестинг? Он так раз уперся глазами в потолок Это тоже не прохождение, понимаете? Да, еще есть интересный момент В переходе на второй уровень, очень интересный момент Есть масса народу Что наши, вот что из Индии, например Особенно, может быть, из Индии Потому что у них система такая Их заставляют зубрить много И они, если выучили чего-то, зазубрили Они вообще не понимают, какие к ним еще могут быть претензии по пониманию То есть, понимание абсолютно не включается в рассмотрение Ну, я выучил, да? Ну, я же ответил на вопрос, да? Говорит, ну, тебе задали там в сторону Сантиметр туда, сантиметр сюда, и ты посыпался Ты же не понимаешь, о чем речь Ну, я же выучил Вот это вот я же выучил Это человек на первом уровне, не на втором Он не владеет материалом настолько Чтобы поддержать разговор, чтобы выполнять работу Это какой-то вот Это, может быть, у него иллюзия создалась Или, может быть, он где-то учился Где даже выучить никто не мог Не то же там владеть, но вот выучить Знаете, мы в советской школе когда учились Там никто толком не выучил Задание домашнее особо никто не делал там и так далее Вот у нас был класс там, не знаю 33 человека нас в классе было До восьмого класса я учился в школе восьмилетки 33 человека нас было в классе Из них хорошистов было человек 8, даже не 10 Остальные, ну, просто разгильдяй А, хорошие ребята, отличные ребята, кстати Вот, ну, разгильдяй И поэтому, если человек мог выучить Это уже пятерка была Это не было 4 Если он просто выучил, книжку прочитал И его вызвали в классе И он рассказал То, что книжки прочитал, рассказал Это 5 Понимаете? Это было 5 Если он так худо-бедно, там, с ошибками Там, корявенько, там, еще чего-то Ну, это 4 Вот Если ты к этому привык, конечно И вроде бы же же выучил Это же же пятерка А тебя вообще не пропускают Тебе, говорят, не годится Как так? А-то он не понял ничего И вы... Ну, я уже приехал на работу Разговор, может быть, долгий Вы можете сказать Ну, подождите, Миша, а четвертый уровень? Четвертый уровень Это то, что вот нас В практическом плане сегодня Не очень волнует Но четвертый уровень Это уровень Не субъективного творчества Вот я для себя попал в новую ситуацию Третий уровень, да? И я нашел решение Я применил то, что я знал Чтобы создать решение Которое для меня было неожиданным Новым Это субъективное творчество Четвертый уровень Это творчество объективное Это фактически люди, занимающиеся наукой Вот он там Ну, наверное, я просто не берусь Применить это к людям творческих профессий Вот что было бы четвертым уровнем Например, если ты художник Или ты музыкант Я просто не хочу лезть в области В которые я совсем некомпетентен Ну, те из вас, кто там работает Профессионально занимается, скажем, искусством Те легко, наверное, скажут Вот где этот барьер происходит Но вот в естественно-научном таком мире Это люди, занимающиеся наукой Вот Это очень, на самом деле, немногие из нас И добывают объективно новые знания Что-то такое создают Чего в природе до них не было Это вот уже там Вот А мы с вами Смотрим на эти три уровня И И вот Как бы По минимуму Мы Должны себя Находить на втором И мы должны смотреть Вот я что-то читал там Или я что-то делал Я не знаю что Но я на втором На первом Где я? Вот он прослушал лекцию По там Или курс прослушал по Я не знаю По джаве Но Он не делал домашних заданий Он реально код никакой не писал Он слушал Он слушал Он слушал Он никогда с первого уровня не уйдет Он там был Он там остался Мало того, что он еще забудет Еще даже то, что знал Может быть там вот чуть-чуть Может быть что-то даже мог там Три строчки написать Через месяц он эти три строчки уже не напишет Хотя Так сказать Да, я Да Я курсы брал Он же курс брал Он же брал онлайн курс А что он может? Ну, наверное, ничего не может Почему? Он не занимался Он брал курс Он был на первом уровне И остался на первом уровне Поэтому Не знаю, насколько вам Так сказать В практической жизни Будет полезно Но Я надеюсь, что будет полезно И для себя И может быть для там Детей Если у вас дети там учатся И вы хотите как-то понять Как это происходит И какие у них перспективы Высвоение материала Вот Имейте в виду Что ниже второго уровня Уже Уже фактически Катастрофа То есть Остаться на первом уровне Это Это не двинуться никуда Это Это не позволительно Вот Вот что я хочу сказать Чем бы вы не занимались Вы просто тратите свое время Ни на что Вы должны быть на втором Как минимум Счастливо Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому